Итоги работы за год были подведены членами общественных советов МВД России. Заседание прошло в режиме видеоконференции. На связи с регионами был министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он поблагодарил активистов за их труд и всестороннюю помощь стражам правопорядка. Меняется общество, меняется и наш 900-тысячный коллектив. Поэтому изменения есть, и в том числе благодаря нашим сооруженным усилиям. Организованно и проведено большое количество мероприятий, в том числе нацеленных на повышение престижа службы, пропаганду законопослушного поведения, совершенствование правовой культуры населения. Напомним, что общественные советы были созданы несколько лет назад на региональном, городском и районном уровнях. В их состав традиционно входят религиозные деятели, представители правозащитных и общественных организаций. Журналисты, неравнодушные граждане, готовые оказывать помощь сотрудникам полиции. Чаще всего деятельность общественников связана с воспитанием подрастающего поколения. В наших выпусках мы не раз рассказывали о благотворительных акциях, которые проводили члены регионального совета совместно с полицейскими. Стажепорядка устраивает для детишек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, незабываемые праздники, отдавая частичку своего внимания и заботы тем, кто обделен родительской лаской. Ребята получают подарки на праздники. Уже традиционной ежегодной стала акция «Соберем ребенка в школу». Сотрудники полиции и других ведомств направляют часть своего месячного заработка на покупку одежды для детей из малоимущих и многодетных семей. В прошлом году члены общественного совета совместно с детишками провели немало мероприятий, связанных с безопасностью дорожного движения. Ведь, к сожалению, статистика о дорожно-транспортных происшествиях в нашей республике неутешительна. Огромную работу проводит общественный совет, где присоединяется и ко всероссийским акциям, и к региональным акциям. На сегодняшний день были нововведения, такие как больше был акцент на правила дорожного движения, потому что, к сожалению, в нашей республике дорожно-транспортное происшествие возросло, и мы проводили больше акций, больше акцент делали на эту тему. Дальше по молодежи мы делали по безнадзорности и беспризорности очень много мероприятий, которые мы сами уже придумывали, сами на региональном этапе мы соглашение заключили с «Единой Россией», которое не делалось до этого ни разу, и на этом соглашении мы, взаимодействуя с «Единой Россией», мы объездили все образовательные учреждения и предупредили о профилактике безнадзорности и беспризорности молодежи. Также предупредили их о профилактике правила дорожного движения. То есть, проводя вот эти акции, мы рассчитываем и надеемся на то, что наша молодежь услышит и не будет нарушать правила дорожного движения, и не будет на улице находиться после 22 часов. То есть, рассчитывая, помогая сотрудникам внутренних дел на сегодняшний день, всей командой, это одним человеком не делается, это делается всей командой, всем общественным советом, совместно с пресс-службой МВД, совместно с руководством МВД. То есть, одним человеком это невозможно сделать. Если все вместе, мы добиваемся итога хорошего. И на сегодняшний день это подтвердили наши цифры. Когда мы проводили гражданский мониторинг, более 80 респондентов ответили положительно на действия сотрудников полиции.